так друзья мой очередной обед томатный сок рыбная котлета и капуста жареная или квашеная или в общем какая-то капуста что-то они с ней делают также 3 куска хлеба стоит это у нас я вам скажу сколько зато стоит 282 лак то есть 3 лата получается это примерно 4 евро вот видите здесь скидка написано 20 процентов но когда я сюда не прихожу я сюда прихожу каждый день ну или почти каждый день то никогда этой скидки не бывает вот это продавщица меня уже наизусть знает прикалывается с этого вот такая вот здесь жизнь проходит раз будем наблюдать за латышской жизнью кстати всем тем то есть вместе со мной приятного аппетита наступает вечер дело близится к ночи кстати это капуста нормальная вещь конечно лук жареный был бы прикольнее но для сельском местности годится перчатка в неудобный ест перчатка в неудобный ест перчатка в неудобный ест верный ест номер днем ест то Aerial неудобный ест неудобны ест ко импулы в таком национальном стиле покажу чуть-чуть местный антураж официантки тоже в национальном стиле за окном я думаю вам интереснее будет посмотреть вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот одно дело, когда ты там сидишь тепленько у себя в мягком местечке, и тебе все готовенько, как говорится, на бабушкиных пирожках. Вот, ну я сейчас утрирую, конечно, вот так. Вот, а другое дело, когда ты как бы на коне, если так можно сказать. Поэтому эта привычка потихоньку ушла. Да, но суть даже в другом. Дело в том, что мне один диетолог, ну как, я лично к нему специально не обращался за этим, просто общался, разговаривал, так будем говорить, да. Он мне сказал, что чай надо пить минимум, минимум 15 минут после еды. То есть минимум. Желательно полчаса подождать и пить чай. И обязательно не пить его горячим. То есть слово горячим это тоже относительно, то есть чтобы он не был кипятком. Вот, а кто знает, у нас дома всегда пьют чай горячий, вообще просто горячий из горячих, можно сказать. То есть кипяток пьют. И если ты, допустим, я сейчас говорю про наши, ну, войнахские, скажем так, свадьбы какие-нибудь там, похороны, еще что-то, да. Когда у нас, когда за столом старики, все сидят, вот, их обслуживают не женщины, а молодежь. То есть женщины готовят, но само обслуживание, то есть на стол ставят уже как бы молодые парни. Вот, кто-то старше, кто-то младше. Там есть, ну, как бы один ответственный, если так можно сказать, кто за эту тему все отвечает, за кухню, если так говорить, за стол точнее, за каждый стол. А другие уже, то есть приносят, относят, такая тема есть. Вот, и к чему я это говорю? Дело в том, что если ты приносишь чай, и он немножко хотя бы теплый, для старика какого-нибудь, то он обязательно бывает недоволен. Ему надо, чтобы он просто чуть ли не бурлил в этом стакане, понимаете? То есть такой горячий должен быть чай. Это очень такая важная, обязательная вещь, которая очень сильно регулируется, как на кухне, так же и тем, кто за стол отвечает. Вот, но оказывается, оказывается, опять-таки, если верить этим диетологам, я-то сам не знаю этого, вот, это вредно. И так же была такая маленькая тема, в Иране, Иран, я думаю, Иран знаете, где находятся все? Вот, Иран это мусульманская страна, и там алкоголя пьют очень мало. Но почему-то в Иране очень много людей умирало от болезней, которые, я сейчас не буду говорить, как они называются, я просто не помню. Ну, в общем, один слом от болезней, связанный с алкоголизмом, когда ты алкоголь пьешь много, у тебя желудок там, в общем, все вот эти тяжелые, страшные болезни, да? Опять-таки, друзья, то, что я говорю, это то, что мне сказали, чтобы вы понимали, я не доктор, не иранец. Я не знаю, просто я вам рассказываю, прогуливаюсь с вами по городу, рассказываю разные истории. Раз уж тема зашла за чай, не знаю, почему она зашла за чай, но раз зашла, так зашла. Так вот, суть в том, что очень много людей умирало от такой болезни, которая обычно в Европе, там, в других странах таких, светских, скажем так, странах, которые умирают от алкоголя. И оказалось, и не могли понять, почему, почему же они от этой болезни умирают, когда они не пьют. То есть, что они, или тайно они пьют, или там сидят ночью, знаете, под одеялом, там, трубочку провели и пьют. То есть, а все оказалось проще, все из-за того, что иранцы тоже пьют очень горячий чай. То есть, они тоже сразу, ну, это не только иранцы, это вообще так в странах, в разных странах, но вот такая вот тема оказалась. Поэтому, то есть, суть этого всего в том, что горячий чай пить нежелательно. И нежелательно, так одна света осталась, вперед, 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 вперед. Видите, здесь такие, эти, работают светофоры и цифрыки стоят. То есть, 14, 13 показывает, сколько осталось, как Земля, воздух, как будто бы в космос отправляет. До старта. Как на космодроме. И самое интересное, что здесь, допустим, ты переходишь улицу, если ты, вот, грубо говоря, вот сейчас видите, красный свет, он, видите, человек. В принципе, кто-то пошел, кто-то не пошел, да, то есть, нарушение, скажем так, сделал. Но здесь, почему слушается, почему не переходит? Потому что здесь есть полиция, которая может спокойно тебя остановить и воткнуть трав. Это реальная тема. Это здесь есть, и еще такое я уже рассказывал, показывал вам даже, вроде бы показывал, сейчас точно не помню. Такая же тема была в Польше, в Варшаве, я помню. Тоже они прямо вот этого стоят и смотрят. Как знаете, как гаишники, когда... Вот она, друзья, реальность жизни. Вот, как, знаете, гаишники стоят там в засаде где-нибудь, в кустах, или за деревом спрятавшись. Вот такая же тема была эти, даже не полиция, как их назвать, ну, в общем, служба эти. Они стояли, высматривали людей, которые переходят на красный свет, потом ее догоняют и штраф втыкают. Так, вот так вот шли-шли, и мы дошли до центра, если точнее говорить, до центрального вокзала. Вот эта вот башня Рига у нас. Вон там находится ресторанчик такой хороший. Сейчас не помню, как он называется. Кафешечка трехэтажная она. Я вам ее тоже уже показывал, но очень мне нравится это место вон там. Потому что, во-первых, там вкусная еда, вкусный чай, и хорошая атмосфера, и вид. Вид на город хороший. Как же он назывался? Необар, кажется, он назывался. Что-то такое. Необар вроде бы, это название было его. Так, друзья, я пока буду с вами заканчивать. Вот сейчас у меня здесь, сейчас сколько времени у нас встречи должна быть. Еще чуть-чуть рано. В общем, сейчас чуть-чуть потусуюсь, минут 10. Пока буду здесь зависать. Вот что сказать, вот такой город Рига. Поэтому берегите себя, не пейте горячий чай, будьте свободными. Смотрите Анзор ТВ. Бегаемся в Голливуд, в солнечной Калифорнии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...